Музыка Хорошо зарекомендовавший себя Силдена Фил Теперь в формате спрея 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии Действует уже через 10 минут Беспрецедентная гибкость дозирования Джент Новый формат, новые возможности Нефрамон плюс Нефрозащитное средство на основе экстракта касатика тонколистного Касатик тонколистный Дикорастущее растение из пустыни Гоби Препараты на его основе традиционно используются в Монголии при нарушении функции почек В 2011 году российскими специалистами разработан метод производства безспиртового экстракта активных флавоноидов из растительного сырья касатика На основе экстракта создана рецептура сиропа Нефрамон плюс Нефрамон плюс способствует улучшению функции почек при нефропатиях вызванных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, приемом лекарств, обменными и воспалительными заболеваниями При оценке в динамике у пациентов с хронической болезнью почек включение Нефрамона плюс в состав комплексной терапии приводило к достоверному увеличению скорости клубочковой фильтрации, увеличению уровня сывороточного альбумина и снижению экскреции альбумина с мочой Нефрамон плюс – почечное средство на растительной основе Нефрамон способствует правильной работе почек Изосорбидодинитрат – периферический вазодилататор с преимущественным влиянием на венозные сосуды Внутривенное введение изосорбидодинитрата снижает нагрузку на сердце, способствует регрессии симптомов при отеке легких, уменьшает зону повреждения миокарда В отличие от нитроглицерина, растворы изосорбидодинитрата устойчивы к воздействию света Не требуют экранирования светонепроницаемыми материалами, совместимы с основными инфузионными растворами Выраженное снижение артериального давления при лечении изосорбидодинитратом наблюдается менее чем в одном на 10 тысяч случаев применения В Российской Федерации изосорбидодинитрат для внутривенного введения представлен торговыми марками Денисорб, Изокардин и Закет Изосорбидодинитрат для внутривенного введения – средство первого выбора при острой левожелудочковой недостаточности, инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии Лук, уважаемые коллеги, здравствуйте Мы продолжаем цикл вебинаров, передач, посвященных актуальным для сердечно-сосудистых заболеваний темам И сегодня у нас очень нетипичная для любой конференции, для любого мероприятия тема – это тема кардиомиопатии К большому сожалению, несмотря на широкое распространение данных состояний, мы до сих пор имеем крайний дефицит Дефицит, первое – информация, которая посвящена данной проблеме Второе – дефицит рандомизированных клинических исследований И, соответственно, не очень высокая настороженность наших коллег, посвященных данному вопросу Безусловно, мы понимаем, что наше мероприятие, которое будет продолжаться два часа Не позволит закрыть все лакуны, все какие-то прорехи данной тематики Но, как обычно, после, скажем так, первой части начитывания определенной информации У нас с вами будет время для дискуссии Я очень надеюсь, что в рамках этой дискуссии мы, может быть, поднимем те вопросы Которые по тем или иным причинам остались за кадром в рамках нашей сегодняшней беседы Итак, что такое кардиомиопатия? Определение, которое было сформулировано еще на заре 21 века И, в общем-то, с этого момента, с этого времени оно не претерпело какого-то изменения Кардиомиопатия – это заболевание, при которых поражение миокарда, которое сопровождается дисфункцией Соответственно, ткани сердца и функциональной неспособностью Соответственно, вот это поражение является первичным процессом А не следствием ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, пороков и так далее И здесь мы сразу уже сталкиваемся, если будем смотреть на это определение дальше Сталкиваемся уже с определенной проблемой Так, это первичное поражение миокарда Ну, давайте посмотрим, этиология может быть как первичная, так и вторичная Да, вот это вот, скажем так, отсутствие четкости в дефиниции Но это только первая ласточка И дальше мы будем говорить о том, что многие вопросы введения пациентов с кардиомиопатиями До сих пор не имеют единственного какого-то решения Они не имеют какого-то единственного верного, скажем так, определения Мы во многом основываемся не на доказательной медицине А как это принято называть во франкоязычных странах На медицине импрессионистской То есть той, которая основана на конкретном пациенте Соответственно, на конкретной ситуации Классификация кардиомиопатии Вот опять же, та, которая, ну, наверное, известна в наибольшей степени Классификация 1995 года Сразу хочу сказать, она не работает сейчас Сейчас используем другие классификации Но вот она опять же, как бы, показывает некую такую несообразность данной дефиниции Ну, как бы, первичное поражение миокарда Но, тем не менее, есть еще вторичные какие-то причины Ну, давайте все-таки будем разбираться Внутри кардиомиопатии состояние дел практически как в абдиевых конюшнях Очень многие углы, там, веками туда не попадал свет Очень много каких-то засоров, очень много мусора Ну, давайте, в общем-то, будем с вами разбираться Давайте потихоньку как-то будем восстанавливать этот порядок Итак, если не работает классификация ВОЗ Какие классификации работают? И самое, что интересно, есть две параллельные Классификации кардиомиопатий Обоим уже, ну, практически 15 лет Вот это 15, следующие 14 И они достаточно серьезно различаются между собой Первая из них – это классификация наших американских коллег Классификация кардиомиопатий Американской ассоциации сердца Которые, да, опять же, посмотрите Делят все кардиомиопатии на первичное и вторичное Но здесь вот под понятием первичное имеется в виду как раз вот то поражение миокарда Которое не обусловлено более часто встречающимися сердечно-сосудистыми заболеваниями Первичная кардиомиопатия можно разделить в рамках этой классификации на две большие группы Первое – это обусловленные генетическими какими-то причинами То есть проблема в тканях сердца связана с проблемой, скажем так, в том или ином, ну, скажем так, ферменте в том или ином гене Также мы об этом поговорим И приобретенное Что такое приобретенное? Это наличие ненаследуемых какой-то причины, которая само по себе повреждает ткань миокарда Но чаще всего это воспалительная кардиомиопатия, это состояние после миокардита Это стресс-индуцированная кардиомиопатия или кардиомиопатия так от СУБА Перепортальная кардиомиопатия, кардиомиопатия индуцированная тахикардия и так далее И есть небольшая группа кардиомиопатий, которая, ну, сложно как-то разделить Там играет роль, безусловно, и генетика, играют роль и какие-то средовые факторы И мы называем их смешанными Вот сюда относятся дилитационная кардиомиопатия, рестриктивная кардиомиопатия А вот вообще все остальное То есть те состояния, которые связаны с тем, что Есть какое-то первичное заболевание другого органа или системы И тем или иным образом эхо это или там какая-то вторая волна Страдает еще и кардиомиоцид Вот эти все кардиомиопатии, они носят характер вторичных Ну, это токсические кардиомиопатии, да, которые в наибольшей степени встречаются у нас Это кардиомиопатии при инфекционных заболеваниях и так далее Понятно, что, скажем так, использовать данную классификацию в реальной жизни Можно только тогда, когда мы хорошо можем определить генетические формы Тех или иных состояний, тех или иных заболеваний Ну, далеко не всегда это возможно И чаще всего в нашей стране в том числе Мы используем вот эту классификацию, которая делит кардиомиопатии на фенотик То есть, иначе говоря, все поражение сердечной мышцы, оно определенным образом различается в зависимости от того, какой морфологический характер приобретает сердце на фоне этой кардиомиопатии Ну, что это означает? Ну, скажем так, это либо дилетационная кардиомиопатия с расширением одной или нескольких камер Это гипертрофическая кардиомиопатия с резким увеличением толщины миокарда левого желудочка Это рестриктивная кардиомиопатия, связанная с выраженным нарушением расслабления А внутри уже каждой из этих форм мы делим Это может быть семейное заболевание или генетическое Это может быть несемейное, идиопатическое или какое-то еще Ну, и, в общем-то, вот эта вот классификация Европейского общества кардиологов Она, в общем-то, является наиболее распространенной в нашей стране И, более того, с регуляторной точки зрения Все рекомендации Минздрава, Российского кардиологического общества Они имеют субстратом именно эту классификацию То есть разделение всех кардиомиопатий на некие морфологические фенотипы С дальнейшим уже, ну, скажем так, подразделением на подгруппы внутри из каждой формы Ну, и, соответственно, мы в рамках разбора этой тематики Мы с вами также будем делить кардиомиопатия в зависимости от фенотипов Ну, вот мы уже сказали, да, классических три фенотипа Велитационно-гипертрофическая, рестриктивная Но если мы с вами, скажем так, будем идти дальше То сейчас гипертрофическая кардиомиопатия разделяется на две формы Которые большинство экспертов считают принципиально разными Это гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией выносящего тракта И гипертрофическая кардиомиопатия без обструкции выносящего тракта Ну, и, наконец, отдельная форма – это эндомиокардиальный фиброз То, что раньше, ну, как бы практически в 100% случаев встречалось в Западной и Экваториальной Африке Но сейчас мы видим описание данных клинических случаев, в том числе и у пациентов европеоидной расы Мы видим нарастание количества пациентов, в том числе и в нашей стране В окончании нашей презентации у нас будет несколько слайдов, где мы опишем с вами отдельную форму кардиомиопатии Эндомиокардиальный фиброз Начнем мы с дилетационной кардиомиопатии Это та форма кардиомиопатии, которая встречается чаще всего И с точки зрения, ну, скажем так, клинической эпидемиологии Дилетационная кардиомиопатия – это третья по частоте причина вообще формирования хронической сердечно-недостаточности Итак, что это такое? Дилетационная кардиомиопатия – это та форма поражения сердца При котором увеличивается один левый или оба желудочка сердца При этом в обязательном порядке у пациента должна быть систолическая дисфункция И нормальная толщина стенок левого желудка Какие формы дилетационных кардиомиопатий? И можно разделить на три, ну, наиболее, в общем-то, практически равные части Это, как мы уже говорили, генетическая, приобретенная и смешанная Воспалительная кардиомиопатия – это та дилетационная кардиомиопатия, которая развивается в финале миокардита Широко встречающиеся в нашей стране состояния, и мы отдельно о ней поговорим Это семейные или наследуемые формы ДКМП Ну и, наконец, идиопатические формы Что это такое? Это те состояния, при которых, ну, есть определенные минорные, скажем так, генетические нарушения Но на них ложится неблагоприятная среда Мы знаем, да, хорошо выражение, что рвется там, где тонко И, соответственно, вот сочетание некого такого подмоченного приморбидного фона Сам по себе он не может вызвать фенотип ДКМП, разваливающееся сердце Но при определенных средовых характеристиках изменениях у пациента развивается дилетация желудка Итак, это третья по частоте причина хронической сердечной недостаточности Но это самая частая причина трансплантации сердца в мире вообще И в Российской Федерации в частности И мы сейчас видим, что, ну, наверное, 75% всех кардиотрансплантаций Это пациенты именно с дилетационной кардиотрансплантацией Чаще болеют мужчины Связано это с тем, что, ну, обычно данная форма сцеплена с хромосомой И, соответственно, учитывая тот факт, что в мужском организме хромосома одна Соответственно, чаще, если при наследовании какой-то, в общем-то, наследовании гена То пенетрантность у мужчин достоверно чаще Но передают по наследству дилетационной кардиомиопатии Чаще она передается по материнской линии Семейная дилетационная кардиомиопатия Ну, это огромное количество разных форм Мы видим и аутосонно-доминантные формы наследования И митохондриальные формы И аутосонно-рецессивные Как мы уже говорили, и сцепленные формы Но для того, чтобы, скажем, как-то кратко резюмировать Мы не можем говорить о клинической генетике И семейным формам дилетационной кардиомиопатии Сейчас уделяется большое внимание Что мы можем сказать? Патофизиология данной формы кардиомиопатии Она различна Но в наибольшей степени Причинами развития данного состояния Являются изменения вот в шести, скажем так, генах Или комплексных генах Каждая из которых влияет на определенную Патофизиологическую составляющую Наиболее злокачественная Наиболее жесткая форма Это, конечно, мутации, связанные с геном ламина Это изменение структуры ядра и его функции В классической форме Но это прегирия Это синдром преждевременного старения Чаще всего с такими кардиомиопатиями Имеют дело наши коллеги детские кардиологи В общем-то сложно представить ситуацию Когда пациент доживает до возраста старше 18 лет Хотя в последние годы Но и в частности Лига кардиологической генетики Ее президент профессор Затейщиков Дмитрий Александрович В последние несколько лет Описал несколько клинических случаев Развития у молодых людей 18-20 лет Кардиомиопатия именно связана с генами ламина Но все-таки чаще всего в, скажем так, взрослом возрасте Мы имеем дело с менее злокачественными формами Но тем не менее очень быстро приводящими к инвалидизации Смертности нашего пациента Это и различные мутации в гене тетина Которые нарушают силу передачи И различные гены, которые участвуют в генерации Соответственно сокращения Гены, которые меняют чувствительность растяжения Гены, которые основаны на обмене кальция и обмена натрия Ну вот тетиновая кардиомиопатия ДКМП Буквально на две недели назад Я представляю отдел сердечной недостаточности Заболевания миокарда Чазовского кардиоцентра Наш пациент Это мужчина 18 лет На фоне полного здоровья Внезапно Загремел в стационар с декомпенсацией Сердечной недостаточности С огромными камерами сердца С фракцией выброса 17 На фоне полного здоровья Огромных сил В общем-то нам стоило Уговорить его и его родственников Согласиться на пересадку сердца Но в общем-то это удалось вовремя Буквально в течение полутора суток Тяжелейшая рефракторная сердечная недостаточность С, скажем так, инициацией КМО Ну в общем-то вот пересаженное сердце Повезло с донором И вот мы видим 10 дней после операции Пока мы видим в общем-то Хорошее течение после операционного интервью Ну то есть бурное практически фульминантное развитие Семейной формы Дилетационная кардиомиопатия Опять же, почему мы Говорим об этом чаще Потому что появилась возможность Проведения генетического тестирования Таких пациентов И в крупных пока, к сожалению, городах нашей страны Но тем не менее есть лаборатории Которые в режиме, скажем так, рутинной работы Выявляют наиболее хорошо изученные мутации И на основании этого возникает вопрос Для чего нам это нужно в плане клиники Есть определенное понятие Чем более злокачественный ген Тем более жесткая агрессивная терапия Нужна нашему пациенту Иногда даже на фоне полного здоровья Надо сразу направлять пациента к трансплантологам Задумываться об имплантации того или иного прибора Поскольку вот такое тяжелое течение Ассоциировано с бурным практически внезапным Развитием тяжелых осложнений Приобретенная дилетационная кардиомиопатия Наиболее частая причина Это, конечно, вирусный миокардит Это воспалительная кардиомиопатия Ну и к числу вторичных То, что мы сказали Это токсические формы Это аутоиммунные заболевания Это нейромышечные заболевания Чаще всего мышечные дистрофии И что мы видим? Мы видим, что терапия редких болезней В том числе и с помощью ферментной терапии Приводит к тому, что такие пациенты доживают До возраста старше 18 лет И взрослые кардиологи-терапевты Начинают их вести Ну и оказывается, что, в общем-то, таких больных Достаточно много Воспалительная кардиомиопатия Как исход миокардита Почему она развивается И причина здесь вот Ну здесь вот коронавирусная инфекция Она значимо подстегнула интерес к этой проблеме Потому что, скорее всего, по мнению многих экспертов Мы будем ожидать через какое-то время всплеск Соответственно, данных состояний Вирусная инфекция повреждает кардиомиоцит двоярко Первое – это прямое повреждение Это миоцитолиз И здесь уже ситуация, что кардиомиоцит умер Соответственно, это тяжелая сердечная недостаточность Но если пациент выжил То риск развития ДКМП у него минимальный Потому что умерли, отмерли все клетки Соответственно, нету репликации вируса И пациент выздоровел Но, к большому сожалению, чаще мы видим, что У пациентов с более стертой картиной Ведущим является не прямое повреждение сердца А аутоиммунный ответ И вот этот аутоиммунный ответ Запускает каскад воспалительного повреждения Активируется клеточный иммунитет Активируется гуморальный иммунитет Соответственно, происходят Те неблагоприятные изменения Которые мы, в общем-то, видим Практически у многих пациентов С коронавирусной инфекцией Проблема только в том, что При миокардите репликация вируса Происходит в кардиомиоцитах И, соответственно, вот этот Текущий, ну как торфяной пожар Постоянно тлеющая, скажем так, основа Приводит к тому, что Повреждается функция миокарда Функция кардиомиоцитов С развитием, собственно, вот такой Дилетационной кардиомиопатии И три фазы Ну вот, 2003 год Слайд, схема Но это как раз тот год Когда была предложена эта схема И до сих пор она считается Единственной верной Соответственно, от фазы клиники миокардита До фазы ДКМП Проходит в среднем 6 месяцев То есть вот эта стадийность И однозначно без аутоиммунного Повреждения миокарда Воспалительная кардиомиопатия Появиться не может То есть вот это воспаление Системный воспалительный ответ Является Облигатной причиной Для, соответственно, возникновения Повреждения миокарда Ну какова диагностика Дилетационной кардиомиопатии Опять же мы понимаем Что симптомы и признаки Которые характерны только для ДКМП Отсутствуют Обследование направлено На исключение других причин Сердечной недостаточности И выявление Этиологии дилетационной кардиомиопатии Но, тем не менее, есть определенные Диагностические критерии Которые мы хотим привести Итак, первое Дилетационная кардиомиопатия Не может быть у пациента С сохранной Фракцией выброса левого желудка Конечный диастолический диаметр Левого желудочка Должен быть более 117% Скорректированного по возрасту И площади поверхности тел Критериями исключения Являются артериальные гипертонии ИБС Ну, понятно, мы Говорим о иных причинах Кардиомиопатии Но здесь возникает большая проблема Пациент средних лет Ближе уже к пенсионному возрасту С факторами риска Сердечно-сосудистых заболеваний Да С коронаром, в том числе атеросклерозом А может ли он перенести миокардит Например, в возрасте 60 лет Конечно, может И сейчас мы видим Что вот эти классические Диагностические критерии ДКМП Они размываются Безусловно, может быть Воспалительное повреждение миокарда В том числе и у пациентов С коронарным атеросклерозом Три основных синдрома клинические Но это классическая Систолическая ХСН С признаками Застой крови в малом и большом Кругах кровообращения Это так называемый Ритмогенный вариант И чаще всего мы видим Что первым проявлением ДКМП Является внезапная сердечная смерть Это желудочковое нарушение ритма Ну а наконец Так называемый тромбоэболический вариант Это тела Или эмболия в артерии Большого круга кровообращения Ну и соответственно Опять же Клиническая картина Дирекционной кардиомиопатии Она нетипична В общем-то Синдромы Симптомы Признаки Они требуют исключения Других каких-то Состояний И других заболеваний При физикальном обследовании Ну то же самое Ничего особого Какого-то патогномоничного Для ДКМП Мы видеть не можем На ЭКГ Нет специфических признаков Но мы можем Видеть уменьшение Вольтажа Зубца Р Можем выявить Нарушение ритма и проводимости Неспецифические изменения Сегмента СТ И зубца Т Прицельная рентгенография Органов грудной клетки Позволяет выявить Признаки кардиомегалии Сглавность контурах Левых отделов сердца Ну и самое главное Увеличение кардиотракального индекса Ну и признаки Венозной Легочной гипертенции Безусловно Ведущей диагностики Является Эхокардиография Снижение фракции выброса Левого желудочка Еще раз хочу напомнить Что вообще сейчас В современной кардиологии Используется только Метод Симпсона Для определения фракции Выброса левого желудочка Другие методики Не работают И не рекомендованы Применению Мы видим Значительную дилетацию Камер сердца Как минимум Левого желудочка Одного Ну если на ранних стадиях Мы сможем Скажем так Нашего пациента Как-то захватить При нормальной Или меньшей толщине Стенок Мы выявляем Легочную гипертензию Поскольку понятно Что При дилетационной Кардиомиопатии Страдают Предсердия Расширение предсердия Ведет к увеличению Ретроградно К увеличению Давления В сосудах Малого Круг Дисинхрония Миокарда Определяется У пациентов С ДКМП Достаточно Часто И это Является Признаком Необходимости Имплантации Ресинхронизаторов Единственное Что Ну как бы Сказать Пациенты С ДКМП Продоксально У них Дисинхрония Встречается Чаще Чем У пациентов С ЭБС Но В плане Ответа На Ресинхронизационную Терапию Пациенты С ДКМП В меньшей Степени Благоприятно Реагируют На данный Метод Лечения Нежели Пациенты С Ишелической Кардиомиопатии Радионуклитные Методы Но Только Лишь Если есть Какие-то Технические Проблемы С эхокардиографией МРТ МСКТ Однозначно Да Это Дифференциальная Диагностика С другими Кардиомиопатиями Репогенная Дисплазия Правого Желудочка Соответственно Эндокардиальная Фибраэластоз Амилоидоз Саркоидоз Миокардит И соответственно Некомпактный Миокард И так далее Ну и Коронароангиография Как мы уже Говорим Но в любом Случа У пациента С дилетационной Кардиомиопатии И согласно Имеющимся Федеральным Рекомендациям Это те пациенты Которым требуется Проведение Коронароангиографии Для Определения Состояния Коронарных Артей Лабораторные Тесты Ни один из них Не является Специфичным Мы опять же Применяем Те или иные Методы Обследования Для чего Для Дифференциальной Диагностики Для исключения Других причин Формирования Вот этого Фенотипа Кардиомиопатического С расширенными Камерами сердца Ну и безусловно Золотым стандартом Является Эндомикардиальная Биопсия Которая позволяет Провести Дифференциальный Диагноз С вторичными Кардиомиопатиями Ну и самое главное Для определения Дальнейшей Тактики Лечения Мы смотрим Определяем Наличие Воспаления В миокарде Наличие Персистенции Вирусов Ну дальше Мы В общем-то Об этом С вами Поговорим Классическое Морфологическое Исследование Биоптата По так называемым Далласским Критериям В настоящий момент Не рекомендовано К применению Почему? Потому что Во-первых Два эксперта Могут дать Принципиально Разное заключение Морфология Противоречит С другими Маркерами Какого-либо Изменения В сердце Ну и самое главное Нет никакой Прямой корреляции С исходами Клиническими Иначе говоря Вот то Что мы Любили обсуждать Лет 15 назад Наличие Мостовидных Некрозов Отсутствие Мостовидных Некрозов И так далее Никак не Сопровождается Специфическими Изменениями В прогнозе Нашего ПЦ Ну и вот Говорящее Такое название С 15 лет назад Статья Смерть Далласских Критериев При диагностике Миокардита Сейчас мы Ориентируемся На Иммуногистохимический Метод То есть мы Количественно И качественно Оцениваем Наличие Воспалительных Клеток Диагноз Миокардита Воспаление Ставится В том Случае Если В квадратном Миллиметре Биоптата Мы видим Более 14 Лейкоцитов Вообще Ну или Соответственно Если мы Можем Типировать Эти лейкоциты Более 7 CD3 Положительных Клеток Или Два Таких Т-лимфоцитов В поле Зрения Это Четкое Доказательство Количественное Доказательство Наличия Воспаления В миокарде ПЦР Вирусная ПЦР То что Было Достаточно Модно В общем-то В начале 21 века И Мы помним Вообще При миокардитах Рекомендовали Изучать Вирусные Маркеры В том числе И в сыворотке Крови Цитоциты Мегаловирусов Штейнбар Вирусы Герпеса И так далее Но оказалось Что опять же К сожалению Это все Не работает Поскольку Во-первых Все что есть В крови Совершенно Никак Не сочетается С тем Что есть В миокарде Ну и более того В нашей Европейской Популяции В Америке Да Там Триада Герпес Вирус Цитомигаловирус И вирусов Штейнбара Составляет Более 80% Всех Миокардит И к сожалению Все Вот Диагностические Наборы Они Основаны Именно На так называемых Американских Моделях В Европе Все по-другому Почему Никто не знает В Европе Наибольшее Чаще всего Выявляется Парвовирус В19 Это Вирус Который Хорошо знают Педиатры Он Вызывает Так называемую Пятую болезнь Что с ним делать Дальше Не знает Никто И вот Наличие Парвовируса Соответственно В Собственно ПЦР Который Который Мы Включили При биопсии Ничего Не дает Нам С точки Зрения Какого-то Какой-то Разработки Диагностической Стратегии Но Для чего Он важен Для того Чтобы Решить вопрос Об иммуносупрессивной Терапии Но самое главное Мы сейчас В основном Говорим Не о миокардитах Мы говорим О ДКМП Какие Есть признаки Прогрессирования Миокардита В кардиомиопатии Что мы Можем Сделать Для Уменьшения Риска Развития Воспалительных Кардиомиопатий Ну Во-первых Наиболее Важным Признаком Является Ширина Комплекса Курс Которая Позволяет Говорить О диссинхронии Миокарда И мы Говорили Что В общем-то У Пациентов С ДКМП Она встречается Гораздо чаще Чем при других Формах Кардиомиопатии Но вот Посмотрите Далловские Критерии Никакого Достоверного Влияния На прогноз Нет Что у больных Полностью Отсутствующими Морфологическими Изменениями Что у больных С тяжелыми В общем-то Какими-то Некротическими Изменениями Морфологические При биоптате Прогноз Принципиально Не Отличается Факт Наличие Вирусов В миокарде Говорит О Более Тяжелой Ну Скажем Так Течении Заболевания И связано Это в основном Не с тем Что вирусы Сами По себе Повреждают Как бы Миокарда Мы уже Говорили Пару Вирус Б19 Еще Непонятно Проблема В том Что Если у пациента Есть Пресистенция Вируса В миокарде А ему Назначают Иммуносупрессию Ну как Лечит Миокардит Приднизолон То вот При вирусных Миокардитах Назначение Гормонах Ведет К ухудшению Состояния То есть Если Есть Вирусный Миокардит Приднизолон Глюкокуртикоиды Не то Что менее Эффективны Они ведут К прогрессированию Именно Дисфункция Левого Желудка И Дальше Мы поговорим Почему Важно Вообще Определять Вирусную Пациент Иммуногистохимия Факт Воспаления Ну вот Это то О чем Мы говорили Но вот Здесь Мы видим Посмотрите В общем Нашпигованность Биоптата CD3 Положительными Клетками И здесь Априори Больше 7 на Квадратный Миллиметр Но мы Здесь Можем Считать Более В общем-то 15 Таких клеток Ну 1, 2, 3, 4, 5 Даже Приближно В 20 Но Самое Главное Вот В реальной Жизни В реальной Работе Бета-адреноблокат Посмотрите Уважаемые Коллеги Если Пациент С Миокардитом В раннюю Фазу Лечения Получает Бета-адреноблокат То То У него На 30% Меньше Либо Смертельных Исходов Либо Необходимости К пересадке Сердца Через 120 Месяцев Наблюдения Почему? Потому что Бета-блокатор Это своего рода Кольчуга Которую мы Одеваем На Миокард И Бета-блокаторы Закрывая Бета-рецепторы Делают Их Невидимыми Для Всех Цитокинов Которые В общем-то Циркулируют В крови Нашего Пациента То есть Ни один Из Воспалительных Каких-то Медиаторов Он не может Работать Вне Связи С Бета-рецепт Соответственно Закрывая Их Ну Делая Своего рода Невидимку Как Самолет-невидимка Стелс Или что-то Еще Невидимым Для Локаторов То же самое Бета-блокаторов Делают Эти рецепторы Невидимыми Для Медиаторов Воспаления Соответственно Наличие Бета-блокаторов В комплексной Схеме Ведения Как Миокардита Так и ДКМ Воспалительной Кардиомиопатии Это Мощнейший Фактор Улучшение Прогноза И уменьшение Риска Но с одной стороны Формирование ДКМП И с другой стороны Уменьшение Риска И его Прогрессирование До Конечной Стадии Вот это Наверное Ключевой Слайд Вот на Первой части Которую Мы Сейчас Говорили Потому что Далеко не всегда Мы можем сделать ПЦР-биоптата Далеко не всегда Мы можем сделать Биопсию Хотя Технически Это гораздо проще Чем Поставить Тот или иной Стенд И Специалисты Соответственно Рентген-эндоскулярной Диагностики Лечению Делают это Достаточно быстро И качественно Ну а вот Наличие Или отсутствие Бета-блокаторов Действительно Крайне важно Для наших ПЦР-биопсий Ну и соответственно Вот Для чего Нужна биопсия Для определения Пациентов Кому Мы можем Назначить Иммуносупрессивную Терапию В том случае Если есть Воспаление И нет Вирусов То Иммуносупрессивная Терапия Она будет Самой безопасной Для нашего пациента И она будет Самой эффективной В том случае Если мы видим Что у нашего пациента Есть Кардиотропные Вирусы В активно Реплицирующиеся И определяемые При помощи ПЦР То давать Гормоны Таким больным Ну это Как минимум Увеличивать Риск Ятрогенных Каких-то Осложнений Ну и соответственно Эффект Такого лечения Будет Значим Меньше Ну а собственно Вот этот Фенотип Дилитационной Кардиомиопатии Это лечение Сердечной Недостаточности Которая проводится По Общим Стандартам И Здесь Хочу еще раз Сказать Что в общем-то Мы до сих пор Стоим На нейрогуморальной Парадигме В следующем году Будет 50 лет Как ее предложили Но тем не менее Ничего нового У нас нет Это нейрогуморальные Блокаторы И нейрогуморальные Модуляторы Это те препараты Которые используются Для лечения Данных пациентов Хронологически Это ингибиторы АПФ Бета-адреноблокаторы Сартаны Ивабрадин Антагонисты Альдестерона И Сокубитрил Вальсартан Ингибиторы АПФ По сравнению С отсутствием Лечения Уменьшают риск Общей смертности На 16% Бета-адреноблокаторы На 34% Еще раз обращаю Ваше внимание Для больных С ХСН Вообще Но при ДКМП Бета-адреноблокатор Это главный Лекарственный препарат Отсутствие Данной группы В схеме Лечения пациента В американских Документах Написано Это сознательное Уменьшение Шансов Пациента На благоприятный Исход Очень жесткое Может быть Такое Нарочито Грубое Но тем не менее Правильное Высказывание Мы уже говорили Отсутствие Бета-блокаторов Ну практически Не дает Нашему Возможности Нашему пациенту Надеяться На Какой-то Благоприятный Исход Эплеринон Как Соответственно Антагонист Минералокортикоидных Рецепторов Или Спиронолактон Уменьшение риска Нарушений Сердечного Ритма Желудочковых Нарушений Смотрите Это дополнительное Уменьшение Сердечно-сосудистой Смерти И Госпитализации По причине ХСН На 37% Ну вот Мы говорили Что Альдостерон Это некий Такой Вот Интегральный Маркер Которое Вещество Которое Замыкает На себя Все Механизмы Развития Внезапной Сердечной Смерти И гипертрофия Левого Желудочка И фиброз Миокарда И изменение Электрических Свойств Кардиомиоцитов И нарушение Функционирования Ионных Каналов Нарушение Реполяризации Левого Желудочка И соответственно Блокада Альдостерона Уменьшение Его Накопления В миокарде Это Ну Зовем так Краеугольный Камень В уменьшение Риска Внезапной Сердечной Смерти Ну и Как бы вот Забегая Чуть-чуть Вперед Сокубитрил Вальсартан Это Препарат Который Одновременно Блокирует Систему Ренина Амгиотензина Амгиостерон И потенцирует Естественную Функцию Натриолитических Пептидов По сравнению С ингибиторами АПФ Дополнительное Уменьшение Риска На 20% И Если мы будем Говорить О рекомендациях По Лечению Желудочковых Нарушений Ритма У больных С ХСН То Базовая Терапия Это Три группы Мы не можем Заменить Одну на другую Они Дополняют Все Друг друга Это Бета-адреноблокаторы Антагонисты Альдестерона И Сокубитрилульс То есть Вот Их Наличие В стандартной Схеме Лечения Пациента С ХСН На фоне ДКМП Это С точки зрения Прогноза С точки зрения Выживаемости Связанной С внезапной Сердечной Смертью Это В общем-то Наилучшее Сочетание Но еще Очень важно Опять же Извините Вот мы видим Карбиоверторы Ресинхронизаторы Но давайте Мы положим Руку на сердце Далеко не все Наши пациенты Могут Быть обеспеченными Данными Устройствами И поэтому Особенно важно Для нашей страны Чтобы базисное Лечение Сердечной Недостаточности Вот оно Включало Себя Вот эти Группы Лекарственных Препаратов Влияющих На Желудочковые Нарушения Ритм Понятно Хирургические Методы Лечения Мы уже О них Говорили И наверное Две Основные Основные Ветки Поскольку Вентрикулопластика Или Имплантация Экстракардиальных Каркасов То есть Изменение Геометрии Левого Желудочка И соответственно Ну скажем так Искусственное Замедление Дилетации Со временем В общем Не показали Какого-то Значимого Улучшения Исходов Они Каждая из них Ассоциирована С особыми Осложнениями В общем-то Сейчас эти методики Уже не Используются А вот Пересадка Сердца Или Имплантация Искусственного Левого Желудочка Ну это В общем-то Будущее Таких Пациентов Ну радостно Что в нашей Стране Может быть Не так Быстро Как бы нам Хотелось Но тем не менее Обе Этих Дороги Они потихоньку Расчищаются Развиваются Ну и вот Если касаться Искусственного Левого Желудочка Мы знаем Что Его имплантация Значимо Улучшает Прогноз У больных С критической ХСН При этом По своей Эффективности Метод Превосходит Все Терапевтические Методы Ну здесь Даже Вот Фотографии Устройства Прошлого Поколения Сейчас В общем-то Они более Удобны Для Нашего Пациента Они могут Находиться В организме Больного Ну вплоть До 7 лет Ну и Еще Гиппократ Говорил Что если Орган устал Надо дать Органу Отдохнуть И вот После Соответственно Нахождения Данного Устройства Мы видим Многих Пациентов Уменьшение Ремоделирования Миокарда Уменьшение Размеров И объемов Камер И Происходит Эксплантация Устройства И В общем-то Пациент Уже Работает Его сердце Отдохнувшее Работает Крайне Активно Ну вот Здесь Представлены Еще Предыдущие Скажем так Уровни Пациента В зависимости От Необходимости В имплантации Искусственного Левого Желудочка Но нам Здесь Важнее В общем-то Цифры Посмотрите Больные В шоке С критической Гипотонии Несмотря на Энотроп На вознепрессованную Поддержку Годичная Выживаемость 65% Больные Хронически Зависимы От энотропной Стимуляции Годичная Выживаемость 72% Ну Если мы Будем Говорить О Менее Тяжелых Стадиях Сердечной Недостаточности Ну Здесь В общем-то Посмотрите Вплоть до 82% Больных Годичная Выживаемость Напомню Мы говорим О пациентах С конечными Стадиями Безусловно Все терапевтические Какие-то методы Вот Оптимальная Медикаментозная Терапия Ну Даже близко Не подходит К Выживаемости После Имплантации Искусственных Левых Желудочек Мы переходим К особой Форме Кардиомиопатии Которая Раньше Как бы Рассматривалась Однозначно Как Ну Скажем так Суп Подгруппа Внутри ДКМП А сейчас Мы говорим Что они Объединяются Только лишь Своим Фенотипом Это Перепортальная Кардиомиопатия Что это Такое Это Идиопатическая Кардиомиопатия При которой Сердечная Недостаточность Связана Систолическая Дисфункция Левого Желудочка И все Это Развивается Либо В последние Месяцы Беременности Либо Первые Месяцы После Рода При этом Другая Причина ХСН Отсутствует Ну И Если Мы Посмотрим Частоту Возникновения Данного Заболевания То Опять же Еще 30 лет Назад Перепортальной Кардиомиопатии О ней Никто И Слыхом Не слыхал 15 лет Назад Да Где-то Что-то Вот Мы Вроде Где-то Слышали Что-то Говорили А сейчас Мы говорим О том Что Среди Экстрагенитальных Причин Смертности Перепортальная Кардиомиопатия Входит в Десятку Основных Причин Заболеваемость Данным Состоянием Она Очень сильно Зависит От Нации И от Экономической Скажем Так Страты Мы Видим Что Например В США В основном Развивается У больных Черной Расы В ЮАР Один Случай На Тысячу Родов То есть Это Практически Уже Не то Что редко Это В общем-то Можно сказать Частое Осложнение Ну И К большому Сожалению Если Мы возьмем Какой-то Единый Регист Российской Федерации Он Отсутствует Но За Последние Годы Мы Видим Ну Во всяком Случае В специализированных Отделениях В Отделениях Патологии Беременности Увеличение Таких Пациентов 7-10 раз По сравнению С тем Что мы Видели В 2010 Гад Соответственно Какие Факторы Риска Перепортальной Кардиомиопатии Это возраст Это количество Беременности Родов Гестационная Ген Преклампсия Многоплодная Беременность Токолитическая Терапия Ну И употребление Кокаина И психостимулянта Ну И соответственно Возникает вопрос Что Почему Вот эта Перепортальная Кардиомиопатия Почему она Развивается Мы хорошо Знаем Что В последние Месяцы Беременности И Первые Месяцы После родов В организме Соответственно Беременной Женщины В организме Матери Резко Увеличивается Синтез Пролактика Это Тот Гормон Который Обеспечивает Готовность Организма К лактации И сам Процесс Лактации По Определенным Причинам Которые Мы Описали Факторы Которые Ведут К увеличению Риска И к увеличению Частоты Окислительного Стресса Вот этот Окислительный Стресс Повреждает Соответственно Молекулу Пролактина Вызывая Формирование Особой Ее Изофобии Ну Окислительный Стресс Что это Такое Это Повышение Количества Активных Форм Кислорода Ведущих Нарушения Метаболизма Кардиомиоцитом Соответственно Дисбалансом Между Окислительной И антиокислительной Системы Но мишенью В данном случае В организме Женщины Является Пролактин Пролактин Синтезируется Клетками Передней доли Гипофиза В период Беременности Концентрация Вплоть до Масса 23 Килодальтона Это то вещество Которое Ну скажем так Делает Мать Матерью Да Она обеспечивает Он обеспечивает Лактацию И одновременно Благоприятно Влияет И на Функцию Сосудов Сосудистой Стенки И на Нервно-психическое Состояние Но вот К большому Сожалению Вследствие Вот Повышенного Окислительного Стресса И огромного Количества Пролактина В крови Происходит Его изменение С формированием 16-килодальтонного Фрагмента И вот Этот вот Ну извините За Как бы Такую Пролактин Недоделанный Пролактин Вот этот вот 16-килодальтонный Фрагмент Помимо того Что он Совсем Никак не влияет На Функцию Лактации Вот этот Фрагмент Обладает Крайне Жестким Повреждающим Меокард Свойством Он Подавляет Ангиогенез Он Вызывает Вазоспазм И апоптоз И он Вызывает Дисфункцию Кардиомиоцит И соответственно Вот этот вот 16-килодальтонный Фрагмент Пролактина Физиологически Неактивная Форма Она Ведет К тому Что В организме Матери Происходит Прямое Повреждение Кардиомиоцитов Усиление Вазоконстрикторного Ответа Нарушается Функция Кардиомиоцитов Ухудшается Функция Эндотелия И все Все это Формирует Тяжелую Кардиомиопатию Которая Проявляется Уменьшением Сократительной Функции Мяка Понятно Что Ну как Очень просто Про лактин А давайте Все-таки Изучим Может быть Что-то Какие-то Другие Процессы Участвуют В патогенезе Но К сожалению Или к счастью Многочисленные Исследования Показали Что Инфекция Всевозможная Инфекция Вирусы Хламидии Вирусы Причем Разные Никак Не влияют На частоту Развития Данного Состояния Воспаление Вот Маркеры Воспаления Они скорее Являются Маркерами Плохого Прогноза Но не Патогенетическими Фактами Ну то же самое Как при Коронавирусной Инфекции Соответственно Большая Концентрата Социореактивного Делка Да Она ассоциирована С плохим Прогнозом Здесь то же самое Чем больше Маркеров Воспаления Тем хуже Прогноз Но Само По себе Воспаление Не является Тем Патофизиологическим Фактором Который Продуцирует Кардиомиопатия Аутоиммунные Процессы То же самое Никакого Влияния Нет Ну и Соответственно Генетическая Предрасположенность Да Исследований Не так много Но Нет Доказательств Влияния Того или иного Гена Или Скажем так Влияния Скажем так Какого-то Другого То что Называется Протомикой Метаболомикой Не только Геномикой Другими факторами Другими факторами Которые Передаются По наследству Возможно Что через Какое-то Время Мы это Получим Пока Доказательств Соответственно Какие Клинические Проявления Но Они Чрезвычайно Вриабельны И Это Признаки Хронической Сердечной Недостаточности При этом Какие Факторы Уникальны Для Перепортальной Кардиомиопатии Это то Что Прогрессирование Симптоматики Вплоть До Развития Шока Может Происходить В течение Нескольких Суток Даже Нескольких Часов И Одновременно С этим Возможно Столь же Быстрое Спонтанное И полное Восстановление Функции Левого Желудка Иначе говоря Вот такие Амплитуды Такие Свечки Ну Может быть Какого-то Проксизмального Ухудшения И восстановление Функции Левого Желудка Диагностика Перепортальная Кардиомиопатия Это Диагноз Исключение Пациенты Обычно Имеют Повышенный Уровень Натриоритического Апертиза Эхокардиография Проводится Ну Для подтверждения Диагноза Для выявления Собственно Систолической Дисфункции Но Но Так же И С Целью Определения Прогноза Два Важных Факта МРТ И Эндомикардиальная Биопсия При Перепортальной Кардиомиопатии Не Обладают Собственно Какими-либо Диагностическими Прогнозами Прогнозами Существовала До Беременности То есть Развитие Симптомов Сердечной Недостаточности Оно Не связано С гемодинамической Перегрузкой Это Не Следствие Ну Скажем так Манифестации Какого-то Малого Порока Сердца Или Какого-то Другого Состояния Нет Причина Перепортальной Кардиомиопатии Это Неблагоприятное Изменение Молекулы Пролактина Образование 16-килодальтонного Фрагмента Который Напрямую Повреждает Кардиомиопатии Соответственно Тем не менее Что мы Что нам Нужно В первую очередь Исключить Ну Это Предшествующее ДКМП Которая Могла Обостриться На фоне Беременности Такое бывает Сердечная Достаточность На фоне Тех или иных Пороков Как клапанных Пороков Так и малых Пороков Гипертензивная Сердечная Недостаточность Меокардит Инфаркт Меокарда У беременных Ну и Наконец Венозные Тромбоэмболические События Ну Опять же Вот мы Говорим Что Перепортальная Кардиомиопатия Если Женщин Удается Спасти То В дальнейшем Прогноз Ну Практически Сто Процентная Выживаемость Почему Потому что Естественным Образом Концентрация Пролактин Уменьшается Нет Разделения Соответственно Образования Вот этого 16-килодальтонного Фрагмента Все Абсолютно Полностью Патогенетически Патофизиологическая Причина Убирается Как только Исчезает Естественный Синтез Пролактина Связанный С беременность Тем не менее Шестимесячная Смертность 16% Вот 4-7% Дополнительно Это ситуация Когда У женщины Развивается Настолько Тяжелая Сердечная Недостаточность Что она Влияет Соответственно На дальнейшую Функцию Ну и Основные Причины Витальных Исходов Это Внезапная Смерть Прогрессирующая Сердечную Недостаточность Что еще Важно Практически Пятая Часть Смерти Это Первая Неделя Манифестации Симптомов И Каждая Десята Женщины С Острой Перепортальной Кардиомиопатией Требуется Трансплантация Сердца Настолько Много Пролактина До 30 Нормальных Значений Соответственно Ее Разрушение Огромная Концентрация Повреждающего Миокард Вещества Повреждение Мощнейшее Дозозависимое Ну и Соответственно Сердечная Недостаточность Может быть Бурно Фульминант И требующий Вот таких Эксквизитных Способов Ведения Ну То что мы Говорили Если Женщина Выживает То Соответственно Дальше Все Хорошо Ну и Вот Здесь В общем-то Клинические Исходы Которые Связаны С тем Что необходимо Максимально Агрессивное Лечение Вот в первые Ну скажем так Недели Формирование Данного Состояния Полное Восстановление 23-41% При повторных Беременностях Рецидива Перепортальной Кардиомиопатии До 50% Ну и Можно сказать О том Что в современных Рекомендациях Говорится Что у женщин С перепортальной Кардиомиопатии Повторная Беременность Не Рекомендуется Потому что Риск развития Уже более Тяжелого Повреждения Меокарда Значим И выше Как лечить Самый важный Вопрос Очень много Мы говорим Про диагностику Очень много Говорим Ну а что же Делать Ну первое Это терапия Хрисен По общим Принципам Ведения Пациентов С хронической Сердечной Недостаточностью Помни только Что во время Беременности Есть особенности Ингибиторы ЭПФ И сортаны Противопоказаны Так как они Обладают Тератогенным И нефротоксическим Действием На плод Применение Гидролазина И нитратов Длительного Действия Наоборот Безопасно Ну и здесь Следует Отметить Что С этой Связи Наиболее Важным И наиболее Ну скажем так Прогностически Оправданным Является Применение Изосорбина Динитрат Бета-адреноблокаторы Не обладают Тератогенным Действием Диуретики Следует Применять С осторожностью Так как они Уменьшают Плацентарный Кровоток По поводу Антикоагулянтов Ну варфарин Не стоит Из-за его Фетотоксического Действия Ну в общем-то Низкомолекулярные Гепарины Это Препараты Выбора Ну и Если мы Говорим о Антагонистах Эльдостерона К сожалению При беременности Ну сперронолоктон Однозначно Противопоказан Эплеренон Как говорится Можно думать Нельзя исключить Но Применение данной Группы Лекарственных Препаратов Только лишь При Скажем Ситуациях Когда Возможные Пользы В разы Превосходят Возможный Риск Соответственно Лечение Сердечной Недостаточности При тяжелых СН Это имплантация Систем Сопомогательного Кровообращения Но Что еще Мы можем Сделать Подавление Синтеза Пролоктин Мы убираем Субстрат Поскольку Вот период Жизни Вот этого 16-килодальтонного Фрагмента Он небольшой Он не более Трех суток Соответственно Если мы уберем Субстрат Образование Если мы Резко уменьшим Количество Пролоктина В крови То мы Соответственно Уменьшим Причину Повреждения Кардиомиоцита Бромокриптин Это тот препарат Который Ингибирует Секрецию Пролоктина За счет Того Что он является Агонистом Центральных И периферических Допавинов Рецепторов И соответственно При перепортальной Кардиомиопатии Этот препарат Является Препаратом Выбор Предельно Простая схема Первые Две недели Таблетка Два раза в день Последующие Шесть недель Два с половиной Миллиграмма Таблетку Один раз В день При этом Да Бромокриптин Это Не селективный Антагонист Пролоктина Но С точки зрения Перепортальной Кардиомиопатии Изучался Вообще Только Этот лекарственный Препарат Но Здесь мы видим О том Что Самое первое Исследование Которое Показало Что Действительно На этом фоне Происходит И увеличение Фракции выброса Левого желудочка И уменьшение Степени Метральной Регургитации Уменьшение Объемов Левого желудочка Ну и Вот посмотрите Тоже Классическая Первая работа Которая Показала О том Что На фоне Применения Бромокриптина Смертность У пациентка Три Раза Меньше Более того Мы можем Говорить о том Что Если При Перепортальной Кардиомиопатии Терапия Бромокриптина Неэффективна То Следует Думать О том Что Беременность Демаскировала Какую-то Ранее Протекавшую Генетическую Форму Кардиомиопатии То Если Это Перепортальная Кардиомиопатия Где Опять же Причина Является Изменение Формы И Структуры Пролактина Уменьшение Синтеза Пролактина Однозначно Должно Дать Благоприятный Эффект Еще раз Схему Лечения Хочу Напомнить Первые Две Недели Два С половиной Миллиграмма Два раза В день Последующие Шесть Недель Два С половиной Миллиграмма Один Раз В день Что Еще Показало Свои Определенные Эффекты Ну Применение Пентоксифилина 400 миллиграмм Три раза В день Приводило К Как минимум К улучшению Функционального Состояния Миокар Ну И Соответственно Можно Говорить О том Что Особенно Если Перепортальная Кардиомиепатия Себя Манифестировала После родов То Применение Пентоксифилина Действительно Может быть Эффективным Каковы Особенности Лечения Острой Сердечно Недостаточности При Перепортальной Кардиомиепатии Ну Опять же Это Назначение Бромокриптина В качестве Профилактики Тромбоэболических Осложнений Это Гепарины Инотропная Поддержка В препарат Первой линии Это инфузия Левосимендана Ну И опять же Мы говорим О том Что Степень Повреждения Миокарда Наших пациентов К сожалению Может быть Крайне Жесткой И соответственно Раннее Начало Механической Поддержки Ведет К тому Что Они Гораздо Более защищенными Преодолевает Вот этот Наиболее уязвимый Период Первой недели И соответственно Рекомендовано Как можно раньше Начинать Такую Механическую Ну Ну И Есть Даже Определенные Схемки Ведения Пациенток С ПКМП Ну Вот ПКМП С тяжелыми Сердечно-легочными Нарушениями Опять же Мы говорим Что снижение Преднагрузки Это диуретики Вазодилетатора Еще раз Обращаю Ваше внимание Что Инфузионный Изосорбиды Динитра Это Вазодилетатор Выбора Ну Вообще При сердечно-сосудистых Заболеваний Ну И При этом Состоянии В частности Безусловно Респираторная Поддержка Инотропная Поддержка Препарат Выбора Левосиминдан Экстренное Родоразрешение Ну И Рассмотреть Назначение Бромокрепкина В любом Случа При развитии Перепортальной Кардиомиопатии Производится Механическое Прекращение Лактации Для того Чтобы Заблокировать Увеличение Содержания Пролактина В крови Ну И БКМП Без Тяжелых Сердечно-легочных Нарушений Немножко Различается Терапия Дородовый Послеродовый Период Из-за Возможного Влияния Тех или иных Групп Лекарственных Соответственно Препаратов БКМП БКМП В дородовом Периоде Рассмотреть Экстренное Родоразрешение Соответственно После Экстренного Родоразрешения Рассматриваем Возможность Применения Боробокрепкина Безусловно Имплантация Различных Устройств Какая-то Механическая Поддержка Но и самое главное Вот здесь На этом слайде Тотал Не то что алгоритм А тот Постулат Который Помнить Необходимо Что с момента Манифестации Клинических Признаков Терапия Продолжается Как минимум 12 месяцев То есть Вот у женщины Полностью Исчезли Клинические Признаки Сердечной Недостаточности Тем не менее Как минимум 12 месяцев Вот эту терапию Которую мы Неоднократно Рассматривали Уже Женщине Нужно Продолжать Ну и Имплантация Различных Устройств Безусловно Кардиовертор Дефибриллятор Это То устройство Которое Уменьшает Частоту Желудочковых Аритмии Уменьшает Частоту Внезапной Сердечной Смерти Ну и Единственное Что Учитывая Возможность Полной Регрессии Клинических Симптомов Говорить Об имплантации Кардиовертора Дефибриллятора Можно через Шесть месяцев После начала Заболевания Не Месяц Не три Как при других Формах Сердечной Недостаточности А Шесть месяцев Если мы Видим Женщину С ПКМП И видим Что Ну к сожалению Было Настолько Мощное Повреждение Вот во Время Такой Пролактиновой Бурьи Ну тогда Действительно Через полгода Это все Не уходит Тогда Мы уже Можем Говорить Что Скорее Всего Полного Восстановления Уже Не Произойдет Изменения Которые Мы Имеем Это Изменения Которые Являются Необратимыми И тогда Действительно Мы Говорим О Имплантации Тир Или Иных Устройств Рестактивная Кардиомиопатия Это Неоднородная Группа Заболеваний Сердца Которая Сопровождается Повышением Жесткости Миокарда Все это Приводит К существенному Повышению Давления В левом Желудочке С Крайне Незначительным Увеличением Его Объем Рестактивная Кардиомиопатия Делится На Две Группы Опять же Наследуемые Ненаследуемые Огромное Количество Ну скажем так Форм Заболеваний Внутри Этот список Но в лучшем Случае Это Одна пятая Из всех Возможных Причин Рестриктивных Кардиомиопатий Чаще всего Развивается На шестой Седьмой Декаде Жизни И чаще Всего Рестриктивная Кардиомиопатия Встречается У женщин Как мы можем Их каким-то образом Различить Чаще всего Рестриктивная Кардиомиопатия Та или иная Причина И вот эти причины С одной стороны Они могут быть Внутри Кардиомиопатия Ну это Классические Саркомерные Заболевания Это Дефекты Мукополисахаридозы Болезнь Мунана Например Это различные Песминопатии Это патология Метахондрий Это может быть Инфильтрация То есть Патологический Материал Между Кардиомиоцитами Ну классический Это Мелоидоз Сердце О котором Мы с вами Будем Говорить Ну и Это То что мы Называем Болезненакопление Накопление Это наличие Патологического Материала Внутри Кардиомиоцита Ну это Вот Мы видим Скажем так Накопление Железа При гемохроматозе Это Мы видим Накопление Гликогена При Гликогенозах То есть Собственно Нельзя Оставить Знак равенства Между Рестриктивной Кардиомиоцитом И Болезнями Накопления Потому что Вот этот Мусор Он может быть Не внутри Кардиомиоцита Он может быть Связан Соответственно С Его накоплением В Соединительной Ткани И Это Может быть Связано Вообще Не с Увеличением Какого-то Избыточного Содержания Какого-то Вещества А с Пировичной Патологией Внутри Кардиомиоцита Гистологическая Картина Это Расширение Обоих Предсердий При Нормальных Размерах Желудочках Это Выраженный Интерстициальный Фиброз Ну и Если мы возьмем Все Рестриктивные Кардиомиопатии Под 100% То 95% Это Амилоидоз Что такое Амилоидоз Это Группа Заболеваний При которых В одном Или Нескольких Органах Наблюдает Отложение Амилоидов Это Особый Белок Фибриллярной Структуры Наша Наша Зарубежная Коллегия На лекциях По Амилоидозу Очень любят Демонстрировать Женские Колготки То есть Вот Функция Не функция А Строение Амилоида Такое же Как и Материал Из которого Сделаны Женские Колготки Он Растягиваемый Он Очень Прочный И Его Практически Невозможно Никак Утилизировать И Соответственно Вот Формы Лечения Амилоидоза Для каждого Белка Предшественника Существует Свой Тип Лечения Вот Он Связан Не с Растворением Уже Отложившегося Амилоид К сожалению Нет А с Препятствием Накопления Новых Порций Данного Белка И Поэтому Для Амилоидоза Сердца Критическим Является Ранняя Диагностика Данного Состояния Тогда Когда Мы Можем Еще Что-то Сделать Для Нашего Пациента Опять же Амилоидоз Это Классическая Рестриктивная Кардиомиопатия Мы Видим Увеличение Ну Скажем Так Толщины Камер Сердца Мы Видим Расширение Предсердий Мы Видим Нормальные Размеры Желудочков Только Уже В Конечных Стадий Когда Перегрузка Давления Такова Что Уже Полностью В общем-то Все Адаптивные Резервы Они Истощены Тогда В общем-то Камеры Сердца Нашего Пациента Дилетируются Но Это Действительно Конечные Абсолютно Конечные Стадии Заболевания Классификация Амилоидоза Сейчас Мы Не говорим Первичный Вторичный Или Какой-то Сейчас Мы Говорим Об Амилоидозе Учитывая Его Белок Предшествия Почему Потому Что Для Любой Формы То есть Нам В обязательном Порядке Необходимо Типирование Амилоида Для чего Если мы Правильно Определим Белок Предшественника Мы Соответственно Правильно Определим То лечение Которое Ведет К Уменьшению Образования Собственно Вот этого Белка Ну вот Посмотрите Это Два слайда На которых Представлены Наиболее Частые В общем-то Причины Еще раз Обращаю Внимание Что Описательные Термины Первичный Вторичный Старческий Не дает Никакой Полезной Информации И Не рекомендуется К примеру С кардиологической Точки Зрения Мы Чаще всего Сталкиваемся С двумя Формами Это Так называемым АЭЛ Амилоидозом Амилоидозом При котором Предшественниками Являются Легкие Цепи Муглугулинов И Транстеретиновым Амилоидозом Предшественником Является Белок Транстеретин Все остальное Это Не более чем 5% Амилоидных Кардиомиопатий АЭЛ Амилоидоз То есть Вот эти Легкие Цепи Образование Иммуноглугулинов Происходит Моноклональными Плазматическими Клетками И Грубо говоря Мы видим Что АЭЛ Амилоидоз Это Иммунопролиферативный Заболевод И Самое главное Лечится АЭЛ Амилоидоз По всем Законам Лечение Плазмоклеточных Дискоразий Это Высокодозовая Химиотерапия Ну и Современная В общем-то Клиническая Российская Медицина Лечение АЭЛ Амилоидоза Оно Отдано На отпуск Гематолог Наша задача Провести Дифференциальную Диагностику И Помнить Что У пациентов С АЭЛ Амилоидозом Вот Раннее Выявление Имеет Критическое Значение Вследствие Того Что Выживаемость Пациента Без лечения Составляет В среднем 12 Месяцев Ну а если Есть Сердечная Недостаточность То Даже Менее 6 Но Данная Форма Очень Хорошо И очень Успешно Реагирует На специфическую Терапию Ну это Там Схемы На основе Бортозомима Другие Схемы Онкологи Онкогематологи Хорошо Соответственно Эти схемы Знают Реакция На лечение Обычно Очень бурная И задача Выявить На максимально Ранних Ставиях Поскольку Как мы уже Сказали Если Амилоид Отложился То Вывести Его Как бы Разрушить Его Сделать С ним Что-то Практически Невозможно То есть Наша Задача Сделать Так Чтобы Не накапливались Больше Очередные Порции Данного Белка Ну а С кардиологической Точки Зрения Мы Имеем Дело С Транстеретином Амилоидной Кардиомиопатией Почему Потому что Ведение Лечения Таких Пациентов Ну она Отдано Скажем так На Ну скажем так На откуп Кардиолог Соответственно Причина Транстеретиновая Милоидоза Это Нарушение В метаболизме Белка Транстеретина Он состоит Из четырех Вот таких Одинаковых Изоформ По ряду причин Происходит Их диссоциация Неправильное Складывание И образование Амилоидных Фибрил Большей Частью Транстеретиновый Амилоидоз Это именно Кардиомиопатия И Большому Сожалению Это То Заболевание Которое Очень редко Диагностируется Большей Частью Из-за Того Что Практически Отсутствуется Настороженность У наших Коллег Соответственно Касательно Данной Формы Рестриктивных Кардиомиопатий Два Типа Транстеретинового Амилоидоза Это так называемый Дикий тип И Наследственный Дикий тип Это то Что раньше Называлось Старческим Амилоидозом Ну а Наследственный Это то Что Даже в МКБ-10 Называется Португальским Амилоидозом Это Состояние Хорошо Известное Средиземноморским Странам Там Где Происходит Действительно Наследование Семейная Форма Заболевания Ну для Нашей Страны В наибольшей Степени Будет Играть Дикий тип Транстеретинового Амилоидоза Насколько Часто Встречается Данная Форма При Аутопсии Пациентов Старше 80 лет У каждого Четвертого Выявляется Амилоидная Кардиомиопатия 95 лет Старше Это уже 37% Больных Но Самое Главное Считается Что При ХСН Сохраненная Фракция Выброса То есть При Диастолической Дисфункции Левого Желудочка Вот этот Дикий тип Амилоидоза Разверт Дает 17% Всех ХСН То есть Мы Часто Очень Говорим Нашим Пациентам Ну Непонятно Почему У них Развивается ХСН Сохраненная Фракция Выпис Ну Артериальная Это Гипертония Что-то Еще Но Данные Данные Зарубежных Диастолической Дисфункции Каждый Пятый Больной Ухудшается Ухудшается При Накоплении Милоида В органах Мишель Чем Может быть Обусловлена Задержка В постановке Диагноза Ну Во-первых Низкой Настороженностью Врачей Низкой Осведомленностью Симптомов Но Тем не менее И Некой Схожестью Клинических Проявлений Транстеретинового Амилоидоза С Артериальной Гипертонией Гипертрофической Кардиомиопатии Артериальным Становым Ну И самое Главное Болезнь Несправедливо Считается Неизлечимой На самом деле Это Не так И Как я уже Сказал Мы Это Прекрасно Знаем Любой Амилоидоз Любым Типом Белго Предшественника На Настоящий Момент Времени Излечим При Использовании Специфической Патогенетической Терапии Что еще Нам известно Что 17% Больных До постановки Диагноза Посещали Как минимум 5 различных Специалистов Диагноз Был Выставлен Неправильно У половины Больных С Наследуемым И у 40% Больных С диким Типом Транстеретинового Амилоидоза 75% Больных Получали Специфическую Терапию По поводу Некорректно Поставленного Диагноза Задержка В постановке Диагноза 40 месяцев В среднем И у 40% Больных У 42% Больных Диагноз Составляется Более чем Через 4 года После появления Первой симптоматики Понятно Понятно Что в этих Случаях Когда диагностика Происходит Уже У конечных На конечной Стадии Заболевания Ну Назначение Даже Патогенетической Терапии Неэффективно Как подтвердить Диагноз При подозрении На транстеретиновый Амилоидоз Совокупность Признаков Клиника Признаки Полученные При визуализации И лабораторные Признаки Биомаркер Типичные Признаки Но это Симптомы Сердечной Недостаточности Это Другие Кардиальные Проявления Нарушение Ритма И проводимости Боль в груди С нормальными Коронарными Артериями У пожилых Пациентов Транстеретиновый Амилоидоз Может протекать Под маской Артального Астеноз Так называемые Красные Флаги Транстеретинового Амилоидоза Это Необъяснимая Сердечная Недостаточность И Непереносимость Ингибиторов И бета-блокаторов Это Наличие Сенсомоторной Полинойропатии И автономной Нейропатии В случае Наследуемого Типа А у пациентов С диким Типом Это Так называемый Синдром Запястного Канала Это Симптомность Стеноз Позвоночного Канала Ну и Спонтальный Разрыв Сухожилия Двуклавой Мышцы Плеча Развивается Как раз За 4 В среднем Года До появления Кардиомиопатии У каждого Третьего Больного С диким Типом Амилоидоз Соответственно Наша Задача Первая Это Заподозрить Наличие Амилоида В миокарде И Второе Это Провести Дифференциальную Диагностику Между типами Амилоидоза В зависимости От белка Предшествия ЭКГ Классический Это Низкий Вольтаж Почему Казалось бы Стенка Миокарда Толста Но мы Говорим При амилоиде Он Накапливается Между Кардиомиоцитами Кардиомиоцитов Мало А в основном Вот эта Толщина Связана С мусором Который С электрической Точки Зрения Является Неактивным И поэтому Даже Вот в этом Толстом Миокарде Собственно Кардиомиоцитов Мало И электрическая Скажем так Ну скажем так Активность Которая Регистрируется При Снятии Электрокардиограммы Она Невысокая Эхокардиография Что мы Можем Определить Ну во-первых Гипертрофия Миокарды Более 1-2 Сантиметра Это Бивентрикулярное Утолщение Стенок Левого Желудочка И створок Клапанов Сердца Это феномен Пореза Базальных Отделов В англоязычной Литературе Он называется Epical Sparing В нашей Можно встретить Вишенка На торте Почему Говорим чуть-чуть Дальше Ну и Очень Характерный Признак Это Выпад В перикарде При Утолщении Стенок Левого Желудочка Ну вот Классические Классические То что Слайд Который Показывает Везде Американские Американский Колечек Кардиологов Вот мы Видим Резкое Утолщение Стенок Миокарда Левого Желудочка Мы Видим Выпад В перикарде Вот Кстати Смотрите На какие Маленькие Желудочки Это Предсердие Резко Директированные Предсердие Ну вот Данное Собственно Наше Учреждение Это Профессор Марина Блатюхина Саидова Это 2D Это 3D Эхокардиография Ну вот Посмотрите Выраженное Утолщение И стенок И клапанов Мы Видим Вот так Называемые Глыбки Амилоида Которые Соответственно Говорят О том Что Вот Есть Накопление Какого-то Материала Мы Видим Вот Утолщенной Стенки Мы Видим Выпад В Перикарди И Вот То Что Мы Говорим Феномен Эпикал Спиринг Или Пореза Верхушки Если Мы Сможем Определить Деформацию Миокарда Что Мы Видим Мы Видим Что Верхушка Сокращается Нормально А А Базальное Отдело Имеет Резко Ухудшенную Сократительную Способность Ну и Вот Традиционный Вот такой Так называемый Глаз БК Это представление Деформации Вот В таком Виде Верхушка Красная Там Все Нормально Вот Та Самая Вишенка На Торте Да Вот Торт Имеет Такую Розовую Голубую Структуру Сократимость Резко Снижена А Наверху Все Нормально Вот Эта Вишенка С ней Все Хорошо Но Экокардиография К большому Сожалению Не Дает Возможности Определить Типа Мелоид Да Вот Мы Видим Практически Одинаковую Картину Ну Вот АЭЛ Мелоидоз Вот Посмотрите Резкое Утолщение Стенок Утолщение Створок Жидкость В полости Перикарда Глыбки Амелоида Это АЭЛ Мелоидоз А здесь В общем-то То же самое Утолщение Створок Утолщение Стенок Жидкость Но Это Уже Транстерритиновый Мелоидоз То Экокардиография Позволяет Заподозрить Амелоидоз Но Не Провести Дифференциальную Диагностику ТИ Магниторезонансная Томография Да Она Позволяет Выявить Опять же Накопление Контраста В тканях Сердца Ну вот Две Пациентки С одинаковой Клинической Картины Стеноза Ортального Отверстия Здесь Мы видим Что совершенно Не накапливается Контраст В стенках Миокарда Здесь Классический Ортальный Стеноз Ну связанный С возрастом Скорее всего А здесь Мы с вами Видим Что Накопление Происходит Контраст Внутри Тканей Сердца И здесь Ортальный Стеноз Связан Именно С Амилоидозой Биомаркеры Это Экстремально Высокое Повышение Уровня Антепроби То есть Ранним Возможно Ранним Маркером Транскеретинового Амилоидоза Является Ситуация Когда Есть Какие-то Изменения Морфологические Но Пока Признаков Сердечной Недостаточности Выраженных Нет Но Когда Мы берем НТ Проби НП Он Запределен Он Экстремально Высокий 10 тысяч 15 тысяч 20 тысяч Вот Это Признак В общем-то Амилоидоза Ну и Соответственно Лабораторные Маркеры Как Мы Исключаем АЭЛ Амилоидоз Если Белком Предшественника Являются Легкие цепи Иммуноглобулинов То Их содержание Крови В моче Резко Повышено Мы Делаем Иммунофиксацию Сыворотки Крови И мочи И Определение Концентрации Свободных Легких цепей В крови При Вот Если Эхокардиография Дает Характерную Картину Если Мы Видим Умельчение Изменения На МРТ Клинику Высокие Маркеры И Положительный Анализ На свободной Легкие цепи То У нашего Пациента Мы Проводим Дифференциальную Диагностику АЭЛ Амилоидоз Как Доказать Наличие Транстерритинового Амилоидоза Да С одной стороны Можно сделать Биопсию Но К большому Сожалению Биопсия Она Имеет Определенное Ну скажем так Ограничение Во-первых Если мы с вами Будем брать Биопсию Жировой ткани То там Мы можем Выявить Только АЭЛ Цепь И для Подтверждения АЭЛ Амилоидоза Это действительно Очень Важно А вот К большому Сожалению Для Транстерритинового Амилоидоза Необходимо Проведение Либо иммунно-электронной Микроскопии Либо Массоспектрометрии Это крайне Дорого И В реальной жизни Практически Невозможно Соответственно Возникает вопрос Есть ли тот Метод Который Позволяет Определить Транстерритинового Амилоидоза Да ли Этот метод Есть Это так Называемая Сцентография Миокарда С остеотропными Радиофармпрепаратами То есть Это радиофармпрепараты На основе технец В нашей стране Есть ДПД И Гидроксиметилен Дифосфат Технец Широко Используемые В онкологии Для определения Метастазов И Эта методика Активно Используется Для Диагностики Транстерритинового Амилоидоза Каким образом? Ну Бог Помог Врачам Таким образом Что при Транстерритиновом Амилоидозе Накопление Радиофармпрепаратов В тканях Сердца Превосходит Это накопление В костях То есть Вот норма Кости Миокард вообще Не видят При Аэлемилоидозе То же самое А вот при Транстерритиновом Амилоидозе В костях Ну да Тоже есть Мы видим Тоже очаги Накопления Контрастного Вещества Но Посмотрите В миокарде Насколько это Происходит Значительнее И соответственно Вот этот метод Позволяет Четко Привести Дифференциальную Диагностику Между Различными Типами Амилоидоза Ну двумя Которые мы сказали В наибольшей степени Интересны Для кардиолога Те которые Сопровождаются Формированием Амилоидной Кардиомиопатии Это АЭлемилоидоз И Транстерритиновый Амилоидоз Соответственно Безусловно Мы понимаем Что вот Такой полный Алгоритм Диагностики Он невозможен В любом Учреждении Но это Наверное Не нужно Задача Врача Общей практики Врача Терапевта Кардиолога Учреждения Первого уровня Заподозрить Заподозрить Терапевта Терапевта Эти пациенты Концентрируются Сейчас В так называемых Центрах Экспертных Центрах По Амилоидозу И На базе Кардиологических Учреждений Ну вот В частности В НМИЦ Кардиологии Минздрава Чазовском Кардиоцентре Такой экспертный Центр По Амилоидозу Есть Мы берем На себя Пациентов С высоким Подозрением На Амилоидоз Проводим Дифференциальную Диагностику Неинвазивным Способом С участием Сцентографии В том случае Если это Амилоидоз Транстеретиновый Мы лечим Его сами В том случае Если это Амилоидоз АЛ Ну вот Здесь Единственная Проблема Мы Направляем Пациентов Гематологам Нельзя сказать Что гематологи С охотой Берут таких Больных Ну с Особенностью Тарификация И лечения Есть Скажем так Определенные Особенности Но тем не менее Лиха беда Начало И Вот работа Экспертных Центров По Амилоидозу Показывает Что Вот такая Сортировка Ну она является Очень эффективной Для Введения Вот Наиболее Часто встречающейся Формы Рестриктивной Кардиомиопатии В нашей Стране Ну Другие Рестриктивные Кардиомиопатии Они принципиально Не отличаются От Амилоидозы Сердца И поэтому Экспертные Центры По Амилоидозу Ведут Наблюдение И других Состояний Болезни Фабрии Какие-то Другие Изменения Ведущие К Рестрикции Те же Самые Увеличения Предсердий Правого И левого Нерасширенной Негипертрофии Лудочки Ну вот Посмотрите Другие Формы Рестриктивной Кардиомиопатии Принципиально Другая Картина При Визуализации Да Вот этот Глаз Быка Но мы здесь Вишенку на торте Не видим Мы видим Наоборот Ухудшение Сократимости Верхушки А вот Базальное Дело Наоборот Сокращается Очень хорошо То есть Вот здесь Можно провести В общем-то Такую Дифференциальную Диагностику Между Различными Формами Рестриктивной Кардиомиопатии Ну и к большому сожалению Собственно Введение Больных С РКМП Это Введение Основной Причины Если это Первичное Повреждение Кардиомиоцита Это Лечение Основных Заболеваний Если это Инфильтрация Или болезненное Накопление Это Попытка Уменьшить Скажем так Причины Развития Данных Состояния Во всех остальных Это Симптоматика Ну и Хирургическое Лечение В общем-то Сводится Практически Полностью К пересадке Сердца Опять же У больных С РКМП Есть определенные Проблемы Расширение Предсердия Очень быстро Дают Формирование Легочной Гипертензии И наши Коллеги Трансплантологи Очень часто Таких пациентов Просто не берут Поскольку У них Уже развиваются Необратимые Изменения В Малом Круге Изменения В легких И соответственно Ответ на лечение Таких пациентов Оптимален При диагностике Данного состояния На максимально Ранних Статиях Гипертрофическая Кардиомиопатия Впервые Описанная Как отдельная Форма Заболевания Кардиомиопатии Примерно От 0,3 До 0,5 На тысячи Населения Гипертрофия И отсутствие Дилитации Левого Желудочка Соответственно Причина Гипертрофической Кардиомиопатии В 100% Связана С наследуемой Какой-то Генетической Аномалии Вот на этом Слайде Представлены Наиболее часто Встречаемые Гены Мутация В которых Ведет К формированию ГКМП И здесь Следует отметить Что Ну наверное Клиническая Генетика Гипертрофической Кардиомиопатии Разработана В наибольшей Степени В наибольшей Степени Доступны Скрининговые Генетические Программы И для больных С ГКМП Это Крайне важно Ну Вот мы видим Локализация Они разная Асимметричная Гипертрофия Концентрическая Опекальная Мы видим Разная В общем-то Морфология Гипертрофической Кардиомиопатии С чем это связано Ну вот мы видим Наверное Наиболее сложную Морфологию Это Гипертрофическая Кардиомиопатия С частичной Обструкцией Выносящего Тракта У более Молодых Пациентов Возникает Вопрос Почему Вот такая Тяжелая Форма Развивается У более Молодых Пациентов Ответ В общем-то Лежит на поверхности Чем более Злокачественная Мутация Чем более Тяжелые Изменения Происходят Вследствие Изменения Генов Тем в более Раннем Возрасте Происходит Манифестация Манифестация Данного Состояния Ну и Вот мы видим Классическая В общем-то Картинка Это выживаемость Членов Семей С Дефектным Геном Семей С ГКМП В зависимости От мутации Мы видим Как Истинно Злокачественная Мутация Ну в частности Вот Аргинин Цистин Цистин Аргинин Гуаназин 403 453 Последовательность Мы видим Смертность В общем-то В относительно Молодом Возрасте И мы видим Относительно Благоприятные Мутации Для чего Я позволил себе Я не специалист В клинической Генетике Для меня Это тоже Эти картинки Но они не то Что чужеробные Но они являются Скажем так Чем-то своим Но Методика Лечения Больных С ГКМП Во многом Зависит От типа Мутации Которая Отределен Если Мутация Отнесена К списку Злокачественных Максимально Ранние сроки Надо Устанавливать То или иное Устройство Надо Лечить Не только Пациента Но и членов Его семьи Родственников Первого уровня В том случае Если мутация Менее Злокачественная Ну здесь Возможно Скажем так Тратить время На фармакотерапию Можно о чем-то Подумать Можно наблюдать За нашим Пациентом То здесь Вся стратегия Лечения Она основана Именно на Типе мутации Которые Мы выявили У нашего Пациента Общие вопросы Лечения ГКМП Ну Основная Причина Гибели Пациентов Это Внезапная Сердечная Смерть Соответственно Мы Проводим Генетическое Тестирование Мы проводим Серийное Повторное Определение Эхокардиографии Генетическое Кардиомиопатия Я специально Не стал Переводить Слайдс Который Является В общем-то Основным Для Этого Вопроса К сожалению Да Это Информация Которая Получена Ну В данном Случа Это клиника МИО От наших Коллег Из Северной Америки Мы контролируем Клиническую Симптоматику Но и самое Главное Посмотрите Больной С ГКМП Это тот Пациент У которого Мы должны Однозначно Исключить Спортивное Соревнование Однозначно Исключить Даже Какую-то Спорадическую Гиповолемию То есть Больной С ГКМП В жаркой Летом Должен Всегда Ходить С бутылкой Воды Больной С ГКМП Помимо Соревновательного Спорта Мы Исключаем Изометрические Упражнения То есть Больной С ГКМП Это только Аэробная Физическая Нагрузка Мы Исключаем Вазодилетаторы И Самое Главное Посмотрите Сауны И бассейн Большое Большое Сожаление Пациент С ГКМП Ну Вследствие Особенностей Скажем Так Ответа Циркулирующей Крови На изменение Влажности И на изменение Температуры Вот Занятие Данным Видом Физической Активности Это Не самое Лучшее Что он Может Сделать Медикаментозная Терапия Это Бета-адреноблокаторы В первую очередь Во вторую очередь Веропамил Дилтиазем Дизопирамид Крайне Исключение Это Ну Совсем Нишевая Если На фоне Повторных Эхокардиографии Мы видим Сохранение Высокого Градиента Который Индуцируется Нагрузка Мы решаем Вопрос О Вмешательстве Два вида Вмешательств Это Мектомия И Показаниями Мектомии Является Обструкция Вносящего Тракта Симптомы Значимо Ухудшающие Качество Жизни Ну И Сохранение Симптомов На фоне Адекватной Фармакотерапии И Второе Это Алкогольная Септальная Абляция Ну Это Практически Скажем Так Етрогенный Инфаркт Миокарда К ветке Коронарной Артерии Кровоснабжающей Перегородку Вводится Катетер Вводится Этиловый Спирт И Образуется Химический Некроз Химический Инфаркт Соответственно Показаниями Кабляции Является В настоящий Момент Времени Это Только Решение Те же Самые Показания Как и К хирургическому Вмешательству Но Ситуация Когда наш Пациент Не хочет Проводить Открытую Хирургическую Операцию Казалось Казалось Так Связано С тем Что При Септальной Абляции Вот Эта Алкогольная Абляция Частота Осложнений Выше В 4 Раза С чем Это Связано Это Связано С тем Что При Мектомии Удаляется В среднем 2.7 Процентов Масса Левого Желудка Да Ну И Небольшие Различия От 1 До 6 Процентов А посмотрите Алкогольная Септальная Абляция Мы можем Инфарктной Тканью Поразить Вплоть до 15 Процентов Масса Левого Желудка То есть Мы можем Полностью Остановить Перегородку Почему Особенности Коронарного Кровоснабжения То есть Мы Вынуждены Вводить Этанол В крупную Вет Соответственно Инфаркт Перегородки Со всеми Вытекающими Последствиями Мы индуцируем Сердечную Недостаточность У нашего Пациента Поэтому Несмотря на то Что вот такая Открытая Операция Она открытая Это искусственное Кровообращение Но парадоксальная Частота Осложнений После нее Значимо Меньше Чем после Вроде бы Казалось бы Эндоваскулярного Процедуры Алкогольной Абляции Ну и Соответственно Введение Сердечной Недостаточности При Гипертрофической Кардиомиопатии Наверное Однозначно Мы еще раз Хотим сказать Что не рекомендован Дегоксин У пациентов С фибрилляцией Председки Мы однозначно Делаем все От нас Зависящее Для восстановления Синусового ритма Препарата Препарата Первого выбора Это бета-адреноблокаторы Непереносимость Или противопоказания К бета-блокатору Это веропомил Соответственно Если Но очень мало Таких пациентов Если на фоне Бета-блокаторов И веропомила Мы не достигаем Улучшения Клинических симптомов Мы соответственно Добавляем Дизопирамид Ну Безусловно При неэффективности Важно помнить Что Восстановление Синусового ритма При наличии Фибрилляции Председки У больных С ГКМП Мы назначаем Антикогулянты Вне зависимости От шкалы ЧАЦ-2-ВАСК Это точно так же Ну как Метральный стеноз И механический протез Наличие Фибрилляции Председки При ГКМП Является Абсолютным показанием К назначению Антикогулянтной терапии Ну и соответственно Самое главное Лечение Сердечной недостаточности Происходит По тем же Правилам Как и В общем-то Лечение ХСН Без ГКМП Ингибиторы АПФ Петлевые Тиозидные Диуретики Бета-адреноблокаторы И антагонисты Альбистер Совсем немного Времени у нас Осталось Но в общем-то Буквально Два-три слова По поводу Эндомикардиального Фиброза Состояние Которое Впервые Было Описано В тропической Африке В Европе Был До 2015 Года Описано Только два Случа Эндомикардиального Фиброза А вот За истекшие Пять лет Уже В регистре Данного состояния Уже Более Пятисот С чем Это связано Никто не знает Но Скорее всего Нам В течение Своей Врачебной Деятельности Придется Столкнуться Ну как Минимум С одними Пациентами С данными Форм Средний Возраст От 10 До 30 Лет Крайне Неблагоприятный Прогноз Летальность В течение Двух лет До 75 Самая Частая Причина Сердечной Недостаточности В Африке Это именно Эндомикардиальный Фиброз Ну там Понятно Там все Это связано С развитием Инфекции Паразитов Дефицитом Обитательных Веществ В частности Дефицитом Делков Квашаркором И так далее А в настоящий момент Одной из гипотез По поводу того Что вызывает Эндомикардиальный Фиброз Скажем так У лиц Европейской Расы Является Воздействие Токсических Факторов В частности Редкоземельных Металлов Это Тори и Цезий И одним Из Возможных Факторов Является В общем-то Промышленность Тори и Цезий В небольших Концентрациях Содержится В Соответственно В Двигателях Внутреннего Сгорания И Соответственно Ну Может быть Особенности С какой-то Вот Как сказать Утилизации Или еще Что-то Может быть Особенность Увеличения Количества Машин На дорогах Приводит К тому Что Вот эти Токсические Факторы Вызывают Неблагоприятное Соответственно Изменение Три стадии Заболевания Это Активный Прогрессирующий Хроническая Причина Эндомикардиального Фиброза Соответственно Эндокарт Который Выстилает Пол с левого Желудочка Фиброзируется И Ведет К формированию Ну скажем так Панцирного Сердца Наоборот При конструктивном Перикардите Сердце Не может Сокращаться Из-за Того Что Оно Находится Как будто В клетке При Эндомикардиальном Фиброзе Оно не может Сокращаться Из-за того Что внутри Ну практически Оно Костенеет Очень быстро Повышается Давление Наполнения В полостях Сердца С развитием Соответственно Либо Изолированы Право и лево Желудочковой Недостаточностью Либо В 50% Случаев Разбивается Сердечная Недостаточность Связана С поражением Миокарда Обоих Желудочков Диагностика Это МРТ Сердца С контрастированием Золотым Стандартом Это Эндомикардиальная Биопсия С доказательством Эндомикардиального Фиброза Ну и Соответственно Вот Клиническая Картина Вот мы Видим Посмотрите Тяжелейшее Практически Не Сокращающееся Сердце Мы видим Что у сердца Практически Не то что Не сокращающееся Извините Не расслабляющееся Сердце Мы видим Резкое Нарушение Паттерна Релаксации У нашей пациентки Что делать Пересадка Сердца До пересадки Сердца Высокие дозы Глюкокортикостероидных ГР Ужамы и коллеги Вот первая часть Нашего мероприятия Подошла к концу Даже на таком Телеграфном стиле Становится ясно Что Ведение пациентов С кардиомиопатиями Остается во многом Неким таким Белым пятном На карте Нашей кардиологии Очень многие Знания О этих состояниях У нас Парадические Очень много Знаний Они не структурированы Но вот Огромным шагом Вперед Я считаю Нашей стороне Это формирование По крайней мере Экспортных центров По милоидозу Которые Вокруг себя Аккумулируют Пациентов С рестриптивными Кардиомиопатиями Ну и в общем Мы будем ждать И надеяться На то Что в скором Времени У нас Способы Диагностики И лечения Кардиомиопатий Станут доступными Все большему И большему Количеству Пациентов Уважаемые Коллеги Теперь Мы переходим К вопросам Хорошо Зарекомендовавший Себя Силдонафил Теперь В формате Спрея 12,5 Миллиграммов Действующего Вещества В одном Нажатии Действуют Уже Через 10 Минут Беспрецедентная Гибкость Дозирования Джент Новый формат Новые возможности Нефрамон плюс Нефрозащитное средство На основе Экстракта Касатика Тонколистного Касатик Тонколистный Дикорастущее Растение Из пустыни Гоби Препараты На его основе Традиционно Используются В Монголии При нарушении Функции почек В 2011 Году Российскими Специалистами Разработан Метод производства Беспиртового Экстракта Активных Флавоноидов Из растительного Сырья Касатика На основе Экстракта Создана Рецептура Сиропа Нефрамон плюс Нефрамон плюс Способствует Улучшению Функции почек При нефропатиях Вызванных Артериальной Гипертензией Сахарным диабетом Приемом лекарств Обменными И воспалительными Заболеваниями При оценке В динамике У пациентов С хронической болезнью Почек Включение Нефрамона плюс В состав В комплексной терапии Приводило К достоверному Увеличению Скорости Клубочковой Фильтрации Увеличению Уровня Сывороточного Альбумина И снижению Экскреции Альбумина С мочой Нефрамон плюс Почечное Средство На растительной Основе Нефрамон Способствует Правильной Работе Почек Изосорбидодинитрат Периферический Вазодилататор С преимущественным Влиянием На венозные Сосуды Внутривенное Введение Способствует Регрессии Симптомов При отеке Легких Уменьшает Зону Повреждения Миокарда В отличие От нитроглицерина Растворы Изосорбидодинитрата Устойчивы К воздействию Света Не требуют Экранирования Светонепроницаемыми Материалами Совместимы С основными Инфузионными Растворами Выраженное Снижение Артериального Давления При лечении Изосорбидодинитратом Наблюдается Менее чем В одном На 10 тысяч Случаев применения В Российской Федерации Изосорбидодинитрат Для внутривенного Введения Представлен Торговыми Марками Денисорб Изокардин Изокет Изосорбидодинитрат Для внутривенного Введения Средство Первого Выбора При острой Левожелудочковой Недостаточности Инфаркте Миокарда Нестабильной Стенокардии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...